Самое главное в лагере дети, во всяком случае они так думают. И они себя так ведут. И для того, чтобы в принципе быть готовыми к некоторым неожиданностям, несколько практических моментов взаимоотношения с детьми или построения с ними отношений. Нужно понимать самое главное первое, что всех детей без исключения сотворил сам Бог. Такие, какие они есть. Рост, вес, цвет волос, их может быть физиологические какие-то данные, даже более того, какие-то моменты темперамента их. И нужно уметь принимать, вмещать, более того, донести информацию для них, что они такие сотворенные Богом. Кто недоволен своим телом? Братья в основном, да? Нормальное в принципе явление, да? А, постеснялись, ну, нормально. Поймите, что в лагерь приезжают дети, приезжают подростки, как раз в переломный момент, когда у них катастрофическая проблема, критическое отношение к самому себе. Они недовольны всем, прыщам, которые вылазят. Недовольны тем, что у него не такие большие мышцы, как у другого. Не такие красивые формы, как у другой, и так далее, и тому подобное. И никогда, ну, есть некоторые особенности, которые они считают, что они совершенства. На самом деле, как бы, может быть, они далеко не такие, да? Но нужно помочь для ребят, чтобы они научились принимать себя такими, каких создал Бог. Пояснить, показать им, что это не ущербность какая-то твоя. Это преимущество. Тебя создал таким Бог. И ты должен принимать себя. Но в первую очередь, мы, как вожатые, как те, которые следят за ними, должны вместить это. Ребят таких создал Бог. Нету каких-то лучших с вот этой физической точки зрения или худших. Они одинаковые. И наряду с этим, хочу напомнить один стих, который вы прекрасно знаете. Евангелие Марка, 10 глава, 14-15 стихи. «Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». И теперь два направления, в которых мы с вами пойдем. Первое направление. Нужно помнить, что вы в лагере учитесь от детей. Как бы это ни звучало, может быть, неправильно, вот с первого взгляда, да, вы приехали научить детей, но вы в лагере учитесь от детей. И для того, чтобы научиться чему-то, надо быть готовыми принимать то, что они делают, то, что они говорят. И во-вторых, нужно разумно это использовать. И второй момент, когда мы говорим о том, что не должны препятствовать детям приходить к Богу, мы не должны ничего сделать того, ничего положить того, что помешает ребятам увидеть Господа. Здесь очень много факторов. Чуть позже кто-то будет открывать, Илья, по-моему, когда вожатых будем говорить. Но наша задача – помочь детям увидеть Господа. Как это делать? Мы должны понимать, что очень важно строить личные отношения с каждым ребенком. Если я просто попытаюсь со всем отрядом строить отношения, не получится. Должны быть личные отношения с каждым ребенком. Для этого несколько просто практических моментов психологии, чистая. Нужно понимать, что у каждого ребенка есть свой характер. Что такое характер? Мы очень часто путаем понятия темперамента и характера. Так вот, характер – это совокупность того, что происходит в ребенке. Это большую роль играет, конечно, его темперамент, но это и его воспитание родителями. Это его образование. Это его любознательность. Это его умение с окружающим миром строить отношения. Характер – это то, что может изменяться. Темперамент – он не меняется. Так вот, на характер ребенка мы с вами можем воздействовать. Мы можем ему помочь какие-то слабые стороны поддержать, негативные побороть, хорошее – расцвести. С темпераментом, конечно, ничего не получится. Помните, четыре типа темперамента, да? Важно, скажем так, определить каждого ребенка, какого он типа темперамент у него, чтобы правильно строить с ним отношения. Итак, первый тип темперамента – это сангвиник. Ну, я называю первым, да? Не знаю, что он первым. Сангвиник – это сильный, уравновешенный, подвижный. Расшифровывается, переводится, да? Этот ребенок, он активный, он подвижный, его речь быстрая, ну, вот как Илья. Говорит много быстро и долго. Он практически не устает, у него быстрая смена обстановки, он легко вливается в любое общество, заводит друзей, для него, ну, в принципе, не существует каких-то тяжелых обстоятельств, ситуаций. Такой ребенок, он удобный. С ним просто строить отношения, с ним быстро находишь общий язык, даже не надо задавать вопросы, он сам их задаст и ответит на них за тебя. И, в принципе, он быстренько сбегает туда, куда ты его послал по дороге еще, забежав на кухню, передав им приветы. Это очень удобный, такой хороший ребенок, но в то же самое время они очень быстро возбуждаются, заводятся, они очень резко реагируют на какие-то моменты, которые их не устраивают. Они быстро отходят, конечно, но вот эта вот резкая реакция такая, она может быть непрогнозируема. И вот в момент вот этого всплеска он может что-то натворить, что потом сам будет стоять, а кто это сделал. Поэтому, когда есть такой ребенок в отряде, нужно понимать, что его чуть-чуть надо придерживать. Нельзя давать ему волю, свободу. Нельзя в него вкладывать максимум. Нельзя на него ориентироваться. Остальной отряд не успевает за ним. Поэтому такого ребенка нужно уметь придерживать. Нужно его вместить в остальной отряд. Второй тип – флегматик. Это также сильная личность, но уравновешенная, инертная. Дети отличаются особенным покоем, медлительностью, нерасторопностью. Их речь достаточно медленная. Они не реагируют, как нам кажется, на какие-то фразы, дела, предложения. У них все степенно, последовательно. И в принципе, с ним немножко сложновато. Ты задаешь вопрос, ответа нет. Ты его куда-то послал, попросил, а он как черепаха, которую отправили в магазин. Будете обзываться, я вообще никуда не пойду. То есть, так, вот здесь вот не надо сейчас покуда определять никого, выявлять. То есть, в принципе, вот узких таких вот очень редко встречаются тип темперамента. Обычно смешанные какие-то идут. Но все-таки какие-то моменты более ярко выражены. Эти дети, они способны играть самостоятельно. Они также медленно реагируют на боль. Более терпеливые. Поэтому, когда есть такой ребенок в отряде, надо понимать, что если он пожаловался на то, что ему что-то болит, это значит реально болит. Наряду с тем, что когда сангвиник еще не успел дойти боль до него, он уже кричит, ааа, все, умираю. То есть, ну, когда вы, скажем так, сориентировались уже, вы чуть-чуть проще реагируете на такой-такой темперамент своего подопечного, чтобы правильно принимать решения и выстраивать с ним отношения. если сангвиник сказал что-то, вы можете не отреагировать, он не обратит внимания. Если флегматик что-то сказал, вы не обратили внимания, он обидится. Поэтому нужно, скажем так, уметь выстраивать личные отношения друг с другом. Третий тип холерик. Это дети, которые по своему темпераменту, они неспокойные, раздражительные, им не нравится тишина, им не нравятся тихие занятия какие-то, они будут проблемой на ваших библейских уроках, для них нужна резкая смена обстоятельств, остановка, они постоянно вступают в конфликт с другими ребятами, им нужно кого-то зацепить, постоянно нужно вызывать какой-то шум вокруг себя, какое-то движение, они просто до ужаса не могут переносить тишину, спокойствие. Им нужно движение, движение, они все время заражены духом соперничества, им всегда надо какая-то борьба, он не может находиться в состоянии мира и покоя, это бурлящая поток, река, которая вовлекает себя окружающих, такой тип ребенка, он провоцирует вожатого на то, что самому поддаться вот этому ощущению, и когда вот рядом с тобой это бушует, как я уже сказал, этот поток втягивает тебя, и ты сам не замечаешь, когда ты уже тоже на взводе как-то, что-то надо делать, уже время подходит, а еще никто ничего не сделал, потому что вот этот вот ребенок рядом с тобой он завел уже всех, и только флегматик тихонько в сторонке сидит, а все остальные уже как-то торопятся, уже надо, надо что-то делать, поэтому с таким ребенком важно уметь сдержать его этот напор, более того, скажу честно, крайне редко, когда вы сумеете это держать, его нужно направить в нужное русло, используйте этого ребенка для того, чтобы он сделал то, что вы хотите, не чтобы он начал вами руководить, но чтобы вы им руководили, но в то же самое время, что он думал, что это он делает, задавайте наводящие вопросы, предложения какие-то для него делаете, он додумает сам вот этот вот минимум и сделает и вокруг заразит весь отряд, используйте его, чтобы он сделал то, что будет, ну, не совсем правильно можно сказать, что должны вы делать, но вот этот вот ребенок, если есть в вашем отряде, он заразит, вы наблюдайте за ним, вкладывайте в него а он остальное сделает с отряда, если вы скажете, ребята, вовремя надо собраться, он всех оббежит три раза за пять минут, договорится и приведет их, соберет и выстроит на линейке, а вы спокойно в сторонке пришли, спокойно на злобу, он все сделает за вас, используйте вот эту неуемную энергию в правильном русле направлении, ни в коем случае не оставляйте такого ребенка один на один с собой, обязательно он сюрприз устроит для вас, у него вот эта вот энергия, она должна выходить, поэтому если вы ее не заберете, он ее сам куда-то отправит, и факт, что не туда, куда вам понравится, ну и третий, это меланхолик, как бы, да, четвертый, извиняюсь, спасибо, слушаешь, еще не спишь, меланхолик, он спокойный, ему ничего не надо, боязливый, нелюдимый, быстро утомляемый, тип, который ну, скажем так, самый неудобный, наверное, в лагере, это ребенок, который всегда последний, это ребенок, который тянет весь отряд на дно, это ребенок, ну, который с холериком просто вот две разные стороны, если они в одном отряде, очень сложно их соединить, этот уже десять раз туда-обратно сбегал, этот еще с кровати не поднимется никак. Но, опять-таки, нужно понимать, что это в, скажем, обычной, знакомой обстановке эти ребята такого темперамента, они тоже открываются, они, в принципе, чувствуют себя нормально, комфортно, они отвечают на то, что происходит вокруг них, они никогда не пытаются лидировать быть в играх каких-то, их устраивает все как есть, а бы не было войны. Это вот такой мирный, спокойный тип ребят, но для которых тоже очень важно не воспринимать его как, знаете, у меня, у детей есть такая игра, они прибегают, за ногу хватаются, я липучка-приставочка, кому ты меня отдашь. Так вот, не воспринимайте вот этого ребенка как липучку-приставочку на вашей ноге, которая не дает вам ничего делать всему отряду. Уделяйте внимание, постарайтесь холерика направить вот туда, они сбалансируют друг друга. Может быть, они поссорятся, ну, не успеют, меланхолик не успеет догнать, что он поссорился. Холерики поссорятся и помирятся уже, да, это как раз подоспеет к моменту примирения. Но, немножко, когда вы приезжаете, первый день, вы начинаете еще только-только узнавать ребят, выстраивать с ними какие-то отношения, попытайтесь увидеть вот эти вот моменты по их взглядам, по их реакциям, по их просто речи, скорости, интонации, определить немножко какого типа кто более подвержен какому. И потом вы в течение времени, в течение лагеря будете узнавать их характер. И вот на характер вы имеете возможность воздействовать. То, о чем говорил Саша, да, вторую часть своего, если вы еще помните, беда это было давно уже, когда он говорил о наших отношениях со Христом, нашем поведении, это и есть наш характер, друзья. это то, что мы должны изменять, когда готовимся к лагерю. Помните, как написано, какой характер мы должны иметь? «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Имейте характер Христов», говорит апостол Павел. Поэтому вот наша задача не темперамент ребенка поменять, это невозможно, Бог его таким создал, но помочь ему на основании его темперамента менять характер, его понимание, его ощущение окружающего мира, его осознание своей вины. Один пример. В лагере «Жемчужинка» приехал один пастор, проводил вечернее общение, и он как бы вел к тому, что все грешники и по сути своей всем людям определена участь в аду. И вот его первая проповедь закончился день, что все пойдут в ад, все будут там, грешники. И отпустил всех с партии. Было несколько вот этих меланхоличных, ярко выраженных темпераментов, которые плакали всю ночь. Они настолько прониклись вот этой идеей, что они грешники, они пойдут в ад, что они уже решили, что это сегодня ночью должно случиться. И они уже в принципе готовы были к утру пойти в ад. Они и страдали всю ночь, и ну да, уже выхода нет, выбора нет. Вот на следующий день пастор конечно рассказал о выходе, о варианте, который Христос предлагает. Но скажем так, нужно иметь мудрость в том, чтобы не устроить себе бессонную ночь. Не стоит читать каких-нибудь рассказов или говорить о каких-то вещах на ночь, когда у вас есть в отряде ярко выраженный меланхолик. Он не будет спать всю ночь. Он будет настолько зацеплен вот этой идеей. В то же самое время холерик он услышит вас в первую же минуту, покается, не знаю, даже крещение готов принять, ну пойдет и будет делать то, что ты в шоке будешь. Да ты только что покаялся. Ну и что? Ну я и покаялся, и это делаю. Поэтому будьте здравы, рассудительны, и когда вы строите отношения с ребятами, учитывайте тип их темперамента, и помните, что это изменить вы не можете, но вот на характер ребенка мы воздействуем. Ну и конечно следующий момент, что за характером это стоит душа человека, об этом чуть позже будем говорить, но просто вот этих вот моментов, я знаю, что вы все это знаете, изучали, в школе проходили, просто как напоминание для вас, пользуйтесь этими инструментами, это не библейские, это не духовные вещи, но они помогают в построении отношений друг с другом. еще раз, темпераменты не четыре, и нас все время банк. Я же сказал, что выраженных таких ярких, что практически не существует, но есть более выраженные и менее выраженные темпераменты. вообще вот то, что вы перечислили, если брать историю, конечно, то эксперименты, чтобы вывести водитель, темперамент, ставить только на собаках. И там вообще в итоге от этого все отказались, потому что собаки, если в зависимости от того, какое место например, стая занимает, она идет все по-разному и реагирует на те же самые раздражительные по-разному. Во-первых, люди никак не относится. Во-вторых, это если бы я не был это можно отнести грубо очень людям, но там более ста тысяч можно прям типа тиграми. Я тоже психологию изучал, я согласен. Они просто помешаны. Есть вопрос, что он не помешан, но это деньги. Это первое наблюдение. Помимо этого есть группа , это правда. Оно никак еще раз, я не призываю вас по каждому завести дневник, определить его тип темперамента и поставить на нем крест. Но вы должны быть готовы, чтобы реагируя на то, что делают дети, на то, как они реагируют на вас, на информацию, которую получают, найти подход индивидуальный к каждому ребенку. вот это помогает. Это не программа лагеря, это не ваша задача, в лагере главное определить темперамент ребенка, приписать его к чему-то. Это просто инструмент, который поможет выстроить отношения. Не только в лагере, друг с другом. Вы уже взялись определять, кто какого типа, соответственно, это проще строить отношения. редко конечно бывает, что крайний меланхолик дружит с холериком. Помните, был такой богослов Борис Зудерман, немецкий преподаватель, богослов, вот его, он по темпераменту по своему, ярко выраженный холерик, у него все горело, у него вообще, когда он преподавал, я когда учился у не мог стоять на месте, ему было уже 56 лет, по-моему, но у него столько движений там было, просто все горело у него. А жена его, это просто убийственный меланхолик. Он говорит, я когда женился, как я женился, говорит, я не понимаю, но вот с первого дня я вдруг начал понимать, ну не то, не то, все не так, почему она тормозит, почему вот, сколько можно говорить там. И покуда, я не пришел к пониманию, к осознанию, что она такая. И говорит, у нас настолько хорошие отношения потом с ней встали, потому что я понимаю, что моя скорость это не ее скорость, нельзя так к ней относиться. Я, говорит, десять раз туда обратно сбегаю, она уже готова выходить из дома. Поэтому надо уметь принимать, не пытаться на жену, на брата, на сестру, на ребенка повесить свое ощущение, свое понимание, я могу и ты можешь. Нет. Принять его таким, какой он есть. Потому что вот эта основа, темперамент, как мы называем, оно Богом заложено. Это индивидуальность, которая не меняется. Он всю жизнь таким будет. И второй момент важный, тоже говорил Борис Зудерман. Меланхолик никогда не забывает ни одной обиды. Он прощает, но никогда не забудет. Если вы обидели ребенка меланхолика просто случайным словом, когда вошли в отряд, кровать неправильно поделили, он на протяжении всего лагеря не забудет, что вы сделали. И вот этот момент может стать проблемой в вашем построении отношений. Все нормально, все хорошо, но не добиваешься до ребенка никак. Закрытый. И хуже всего, что он практически никогда не признается, что он из-за одеяла обиделся из-за кровати. Поэтому будьте очень аккуратны, особенно вот эти первые часы общения с ребятами, выстроения отношений, потому что можете стать препятствием для ребенка на весь лагерь. Молитесь об этом, и Бог поможет вам. Он проведет и сохранит от каких-то неосторожных моментов. Друзья, можно много говорить, извините, еще много чего у нас есть, так что будем уступать друг другу, сокращаться.